привести себя в порядок, или если наоборот ему очень плохо и холодно на лекции, он пытается где-то потолкаться и с кем-то поговорить, опять-таки для того, чтобы привести свою эмоциональную жизнь в какую-то гармонию с тем, что надо. Поэтому мы говорили о том, что преподавателю очень важно, чтобы сам имел внутри себя огонь, и чтобы он мог вас сжечь другого, чтобы он мог предать другому. И вот это вот тепло, которое нужно вкладывать в процесс обучения, ну, собственно говоря, об этом говорили всегда и все хорошие педагоги, что нужно возжигать огонь, но мы просто попробуем поговорить конкретно, как мы можем возжигать огонь. То есть, ну, во-первых, мы хотим этого. Во-вторых, мы, так сказать, у нас настолько большой императив помочь человеку постичь мир, что мы хотим сопровождать этот процесс таким образом, чтобы человек действительно у него шире открывались глаза. И поэтому я хочу задать несколько вопросов по этой картинке, для того, чтобы мы ее больше постигали. Скажите, пожалуйста, откуда свет на этой картине? Из двух источников. Из двери. Ну, желтый цвет, а это именно свет. Господа, взрослые ученики, давайте слушать каждого. Было сказано из двух источников, и тут же бросились все. Давайте выслушаем эти два источника. Ну, один источник из двери, а второй непонятно откуда. Девушка с тем боком свет не может падать на нее так, чтобы она ее была видна. Понимаете? Вот первый парадокс в этой картине. Парадокс. Ну, мне так кажется. Парадокс освещения. Ну, солнце одно, а светит на ней на стороне. Парадокс, это вы уже как бы, но это можно, это сейчас на этом шаге, это шаг, когда мы пытаемся связаться, видите, мы пытаемся связаться, мы даем волю своим эмоциям. Итак, парадокс. Хорошо. А теперь остальные мнения слушаем. Вот у нас все, честно, не одновременно. Вот две девушки тут, леди ферст. Пожалуйста. У нас вот, да, мы одновременно сказали, что у нас, нам кажется, что может быть девушка сама светится. Может она источник света? Один источник, ну, понятно, один источник света, дверь, тогда получается, что сердце ее светится. Получается, что светится ее сердце. Пожалуйста. Я лично вижу, что здесь желтый цвет, но я имею в виду не именно, что там освещение какое-то. Есть здесь как признак конкретный только, что именно это свет. Но в каждой картине, в каждой картине любой художник откуда-то всегда идет свет, и поэтому мы тут просто... Это допустим, по-моему, так может кто-то подумает, что это свет, а кто-то что-то другое. Ну, здесь... Хорошо. Давайте начнем с того, какие здесь пространства на картине. Мы можем разделить или выявить, какие существуют пространства на этой картине. Ну, говорили же мне вот уже, что картина разбивается на две половины. А может быть на три, а может быть на четыре. Ну, то, что бросается в глаза, это вот эта вертикальная линия вдоль красного светового пятна. Есть у кого-то такое ощущение? Да, вы вертикальная есть, а тут еще, в общем, для меня это вот здесь дети. И еще самое яркое освещение вот падает на шею девушке. Ни на лицо, ни на всю нее. То есть, если эта дверь, из двери свет, то нет же. Посмотрите, самое... А, можно бы сказать предположение? Возможно, что вот этот желтый просвет, он продолжается туда дальше. А вот это то, что красное-черное, немножечко загораживает. И свет, получается, падает и вот сюда немножко на девушку. Но на шею падает, а на заднюю как-то часть, тогда непонятно. Но интересно, что... Чего на лицо? Ведь кушаешь? Просвет есть под этой красной как стенной. Вот, заходишь туда. Почему? Может, на девушке показано и свет, как падать, а само тепло, выделение тела. Как тепло? То есть, вот у нас есть такое предположение, что свет идет из нее. Да. Свет идет из нее, да? Вот это серединная часть, здесь же шея охвачена. Может быть, свет идет из нее один. Второй источник света – это вот этот проем. Да? Пожалуйста. И женщина идет свет. Если из нее идет свет, то почему вокруг нее самые темные тона? Ну, посреди на ладе, да, а потом там общая тема такая. Мало света. Ну, почему мы как-то начали освещать? Ну, понимаете, если из внешней стороны много желтного света, да, и еще вот красное пятно, вот это освещается, никто на ней очень... Ну, а все обращают внимание, кто же вот это как-то светит, да, да, то если девушка светится, почему вокруг нее нет столько света, как от внешней стороны? Ну, она не светит там просто... У нее внутри свет, можно считать, допустим. Ну, тогда она покрыв в такой темени, да, она как бы... Ну, получается, сердце светится, а ворожье на тело. Возможно, это сходилось на... А вот правое плечо, веско перестает светиться, да, и параллельно на двери. А насчет пространства, да, пространство здесь вообще очень тяжело просмотреть. Как бы там вдалеке, да, лед, да, девушка на первом ладе непонятно на фоне чего она. Одни считают, что это плоская стена, а другие там, что мы отходим, то есть можно как раз-раздумать. А вообще интересно, пятно за другую. Может быть, вы обратите внимание, я на минуточку, почему здесь вот такая вот ледня? Обратите внимание. Ну, видите, это черная ледня? Да, вот такая. Волосы. Волосы белые подтянуты, поэтому хвостик перчет. А почему синяя? А вы обратите внимание, что синяя как повязка и внизу под красным тоже синие цветы нет. Это просто субъективизм. Здесь краски растерли, а вы воображаете, что там есть женщина и все. Как же их своим воображать, как же их свой вносит? Здесь недостаточная признаков, чтобы констатировать, что это женщина или проем, или все остальное. Но если бы было больше признаков идентификации, хотя бы 90 процентов... Извините, вы не криминалист? Нет. Я не... Друзья, давайте обратим внимание на то, что сейчас происходит.